Здравствуйте, девчата и хлопцы! Вы слушаете подкаст Арсения Клиничева на канале Encyclop. Так как это первый выпуск, необходимо сразу внести некоторую ясность, пояснить, что будет происходить. Ну, во всяком случае, что мне хотелось бы, чтобы происходило, согласно моему собственному плану, я хотел бы освоить формат подкаста пока в одиночку, чтобы ощутить полный контроль, понять, что как работает, потому что подкаст на самом деле не так уж и легко делать, как это может показаться с первого взгляда. Поэтому я хочу немного поэкспериментировать пока самостоятельно, покрутить, повертеть, разные штуки, понаступать на грабли, понабивать шишки, а затем уже приглашать гостей, понимая, чего мы хотим добиться и как можно добиться того, чего мы хотим добиться. В общем, все очень просто. Почему я решил проводить не стримы, а именно подкасты? Потому что стрим по форме своей очень сумбурен, очень быстрый. И это не совсем подходит, ну, начнем с того, что это не совсем подходит моей природе. Я человек медленный. В школе, таких, как я называли, слоупоками или тормозами, сейчас же, по мере того, как я становлюсь старше, я все чаще могу спокойно заявлять, что я просто предпочитаю вести размеренный образ жизни. Поэтому подкаст, мне кажется, гораздо более подходящим. Все-таки комментарии будут гораздо более содержательным, а я как раз хочу воспользоваться тем, что нас тут уже собралось довольно большое количество, 200 тысяч человек. И это прекрасно, я очень рад и благодарен. При этом среди нас очень много интересных, любопытных людей с крутыми мыслями, с интересным мировоззрением. И хочется все это как-то объединить, и чтобы завертелась какая-то интересная дискуссия. Поэтому то, что я буду говорить, это не истина в последней инстанции, а лишь мое мнение, которое, возможно, как-то столкнется с вашим или, наоборот, оно будет совпадать, и вы поймете, что вы не один такой думаете, вот то же самое. Мне кажется, важно некоторые моменты обсудить, некоторые моменты я имею в виду так или иначе соотносящиеся с тематикой моего канала. То есть темы будут затрагивать и что-то связанное с этносами, с культурой, историей, географией, путешествиями. В общем, со всем вот этим, ради чего мы все тут изначально и собрались. Ничего тут принципиально такого нового не будет именно в плане тем, но будет новое в плане фокуса. Если раньше фокус в основном был на фактах, и факты были приправлены какой-то моей подачей, теперь же все немного по-другому. Здесь, в этом варианте, фокус находится на моем мнении, а дальше я уже подбрасываю факты по мере необходимости. Сразу скажу, что форматы популярные и любимые мной и вами, сейчас объясню, интересная территория, недавно я узнал, они никуда не уходят. Они будут выходить так же, как и выходили раньше, то есть по мере того, как они будут готовы. Просто вот в чем суть. Их нельзя делать быстрее, чем они делаются сейчас. По, я думаю, понятным всем причинам. Просто-напросто это требует довольно большого погружения, переработки довольно большого массива информации, пропуск через себя, написание сценария, монтажа и так далее. Работы очень много, ее невозможно выполнить быстро. Просто-напросто. Поэтому, понятное дело, что между видео такого формата будут перерывы в месяц, в полтора месяца. И это совершенно нормальная история. Нет смысла в данном случае мне пытаться себя подгонять. Если я буду себя подгонять, то качество начнет страдать. А это не то, что мы хотим. Что же касается этого формата, формата подкаста, то тут, естественно, у меня есть понятное желание не пропадать. Потому что вы порой можете подумать, что, ой, вот человек, может быть, заболел. Ну, как бы порой бывает действительно, да, заболел, да, бывает. Вот, или уехал куда-то. Да, иногда это тоже правда. Ну, и мой любимый рот-комментарий это, ммм, а я думал, что ты умер. Ну, как бы это уже, понятное дело, неправда. Поэтому хотелось бы как-то почаще все-таки контактировать. Тем более, что все-таки YouTube это основная деятельность моя на данный момент. И в то же время есть темы, которые мне было бы интересно обсудить. Развернуть какую-то дискуссию на эту тему. И я всех приглашаю писать комментарии, реагировать на то, что я говорю, спорить со мной, давать мне другую, может быть, перспективу и мне, и другим людям, которые будут это все смотреть и тоже комментировать. Чтобы было какое-то живое обсуждение. И даже тех людей, которые обычно не комментируют ничего и не собираются ничего комментировать конкретно сейчас, все равно я призываю потом заглянуть в комментарии под этим видео и посмотреть, что там происходит. Потому что, ну, у нас тут аудитория очень хорошая, честно скажу. И обычно не происходит какого-то трэша, не очень много мусора в комментариях. В принципе, все очень по делу, по-умному. И читать это все приятно и интересно. Так что даже если вы комментарии не хотите оставлять, то просто послушайте подкаст, но все равно потом пройдите, посмотрите. Возможно, меня где-то поправят чисто с точки зрения фактов. Возможно, поправят с точки зрения каких-то еще позиций. Я думаю, это будет интересно. Потому что вы получите какой-то более полный взгляд на проблему, которую мы тут обсуждаем. Я думаю, можно уже переходить к основной части нашего подкаста. Я бы хотел начать с вопроса. Вопрос вот какой. Что у вас в школе было с краеведением? Пожалуйста, поделитесь своим опытом. То есть напишите, где страна, регион, город. В какое время все это происходило? Насколько занятия по краеведению в школе были действительно полезными? Или наоборот, это в итоге оказалось абсолютно бесполезным и скучным? Очень мне хотелось бы узнать, как это все происходило. Просто чтобы понимать, где мы вообще находимся. Потому что мне кажется, что краеведение – это прям очень сильно важная вещь. Особенно в такой стране, как Россия, которая безумно большая. И которую объять толком довольно тяжело. Лучше начинать с чего-то вот того, что находится, ну, относительно близко. Скажем так, можно добраться в течение нескольких часов хотя бы на автомобиле или еще на каком-то виде транспорта наземном, без особых проблем. Тогда просто какое-то представление появляется о земле, на которой ты живешь. А если ты сразу переходишь к слишком большим масштабам, то тут очень сложно все это поместить в сознание и воспринимать это не как какую-то абстракцию, а как что-то реально существующее, что-то осязаемое. У меня с краеведением было все очень плохо в школе. У меня его не было. Я учился с 1 по 8 класс в Химках, в Московской области, где я родился и жил до 24 лет. Потом с 9 по 11 класс я учился в Москве, продолжая жить в Химках. Краеведения у меня не было нигде. В средней школе, я помню, в Химках я заходил в книжный магазин за учебниками и я видел там атласы по краеведению, которых у нас не было. И именно тогда, просто открыв эти атласы, я узнал, что «О, оказывается, у нас в Московской области что есть? У нас есть Клинско-Дмитровская гряда». И на отрогах этой Клинско-Дмитровской гряды, собственно, живем мы. Вот, а есть там на востоке Мещорская низменность. И она прям низменность, она прям вот внизу, там другой уровень вообще там, как бы она реально низкая. Ну, короче, ну, все вот эти вот какие-то вещи. Какое-то минимальное представление о рельефе, о том, что, в принципе, у нас тут, ну, не то чтобы прям совсем плоскость, а все-таки какие-то различия есть. Потом, в старшей школе, когда я перешел в девятый класс, уже в московскую школу, там краеведение я не застал. Ну, там это было бы не краеведение, там это было бы московедение. Возможно, оно было где-то в средней школе. Возможно, в этой школе вообще не планировалось ничего подобного. Не знаю. Но вот такова история. Мне кажется, это очень важно, потому что я до сих пор помню уже в студенческие годы свое удивление, когда я вдруг узнал, что ГЖЕЛЬ и ЖОСТОВО находятся в московской области. Такие мощные, известные центры народного промысла. Не знаю, насколько это справедливый термин здесь, но, скорее всего, такой довольно справедливый. Но, во всяком случае, в случае с ГЖЕЛЬю точно. Ну, ЖОСТОВО, понятно, это подносы. Тоже довольно знаменитая история. Я просто всегда думал, что вот подобные вещи, они находятся, ну, где-то во Владимирской области, или там в Ярославской, или в Ивановской. Точно не в московской, потому что в московской, как мне казалось, все уже настолько урбанизировано, все уже сплошь состроено и так далее, что у нас просто не может быть ничего такого. Не может быть какого-то вот прям там села, где вот прям что-то подобное. Или там деревни, где что-то подобное производится, где живут вот такие вот традиции и создание таких крутых, красивых вещей. Это казалось невероятным. Если бы это было в Московской области, мне казалось, что это должно быть точно где-то за Сергиевым посадом. Куда-то туда. Но нет, Жостово находится очень недалеко от МКАДА. Это Матичинский район. Примерно где-то между Матичами и Ехимками на карте можно постараться найти. Вот там, где идет каскад водохранилищ. Рядом с одним из них Жостово как раз находится. Кжель – это Раменский район. Да, подальше уже от Москвы, но все равно это еще не Коломна. Это как бы гораздо-гораздо ближе. То есть это невозможно назвать прям дальним каким-то Подмосковьем. И для меня это было удивлением. Я до сих пор просто помню свою эмоцию. Что вот просто чувство огромного удивления от того, что Кжель и Жостово действительно находятся вот в том же регионе, где я живу. И... А я при этом Московскую область воспринимаю реально как родной регион и Химки как родной город. И прежде чем просто мы перейдем к национальной идентичности, я просто хотел бы как раз показать, что с территориальной идентичностью у меня как-то, ну, получше. Ну, во всяком случае, такой мелкомасштабный, если там смотреть по поводу всей России, я говорю, Россию тяжело объять и понять, что вот типа Чукотка – это тоже наша, да. А вот на мелком масштабе это как-то все лучше работает. Ты лучше понимаешь, где что находится. И что касается Химок, то тут, конечно, случай совершенно особый, потому что многие люди, ну, от москвичей часто просто это слышно, что, ну, Химки – это же Москва, что по географическим признакам действительно в некоторой степени можно понять, почему так это все называется, потому что Химки действительно находится прям совсем сразу за Московской кольцевой автодорогой. Расстояния небольшие, и, в общем, все как бы видится так, будто бы Химки – это тоже Москва. Но с другой стороны, у Химок не такая хорошая транспортная доступность. Понятно, что есть некоторые районы Москвы, у которых тоже плохая транспортная доступность, и тоже тяжело добраться до центра. Но для нас, для меня это в детстве было прям очень важно, потому что каждый выезд в Москву – это было событием. Прямо реально событие огромное. Ну, я имею в виду до девятого класса, когда я уже стал ездить в московскую школу. Но все равно полтора или два часа уходит на дорогу, и это, ну, серьезная история. Это серьезная поездка в другой город. Более того, тут важно отметить, что с Химками, с местами отдельными в Химках у меня связаны истории из детства, из раннего детства, и, ну, где-то до, наверное, там, 14-15 лет. И это очень важный момент, потому что есть определенные воспоминания, есть понимание, что вот здесь происходили вот эти события, здесь происходили вот эти события, на месте вот этого дома раньше было вот это, тут был пожар. Есть все вот эти истории из детства, которые оживают, когда ты гуляешь по улицам города. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что Химки для меня – это родной город. Также это родной город моей мамы, она здесь родилась, но бабушка и дедушка родились уже в совершенно других местах. Более того, история самого города Химки, она, в общем, довольно небольшая. Это очень молодой город, статус города Химок возник только в 1939 году, и моя дедушка и бабушка переехали в Химки только в 50-х. И поэтому как-то тяжело иметь с городом прямо настолько глубокую связь, что у нас корни уходят там куда-то и так далее. Ну и, в общем, сам город не располагает к тому, чтобы там возникало какое-то ощущение древности, полноты истории, потому что все-таки исторический центр, по сути, это продукт советского времени. На окраине города есть одна церковь, которая была построена до советского времени, но, в общем, как бы на этом все ограничивается. Так что с Химками история такая сложная. Поэтому, чтобы искать какие-то свои корни, какую-то древность, приходится смотреть, что происходит в других местах. Так получилось, что во время сбора информации про удмуртский язык я параллельно еще и раскапывал некоторые вещи, которые касаются моей семьи и моего происхождения. Дело в том, что моя бабушка родилась в Кировской области, в Зуевском районе, в деревне Окуни, которая раньше находилась совсем недалеко от села Суна. Деревни сейчас нет, село осталось, это село Суна Зуевского района, не путать с селом Суна Сунского района, которое находится в совершенно другой части Кировской области. Тут же село Суна Зуевского района примерно посередине между Кировом и Глазовым, то есть от востока Кировской области до границы с Удмуртией там несколько десятков километров. В принципе, даже и понятно, что раньше жили там удмурты, потом миграция русских оттеснила удмуртов на восток. В общем, все известные вещи. У нас есть книга местного краеведа про Суну. Суна родное русское село. И там он как раз рассказывает про все эти истории, про миграцию удмуртов, про то, как русские заселяли, все эти места, откуда они приходили и так далее. И там он приводит этимологию слова Суна, утверждая, что это удмуртское название, что Суна с удмуртского переводится как «гарь». Но я пытался по удмуртскому русскому словарю проверить это дело. Я не нашел там слова Суна. Возможно, оно присутствует где-то в диалектах. Если есть знающие люди, которые слушают этот подкаст, то обязательно напишите в комментариях какое-то прояснение на эту тему. Очень важно и интересно было бы узнать. Суть в том, что по той линии я очень хорошо знаю своих родственников. Там очень хорошо проработана родословная, вплоть до того, что она просто есть в таком визуальном виде. Как-то некоторые наши родственники этим занимались, собирали информацию. Поэтому у нас есть представление о том, ну, примерно, как вот до шестого колена у меня все выглядело. Но, но, но. Тут важно вот что отметить. И это вот очень большая важная мысль. Вот то родословное древо, которое есть в моем распоряжении, оно идет от моего родственника в шестом поколении, находящегося, ну, получается, вот на таком вот расстоянии от меня. И оно расходится от него. Ветви, получается, это дети, внуки, правнуки и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до нашей ней. То есть ветви – это потомки. Оно идет, получается, начинается от предка, идет к потомкам. Но при этом в таком дереве пропадает информация о некоторых других моих родственниках. То есть я понимаю, как бы вот, как оно стремляется вот туда. То есть одну из линий я так хорошо знаю, какой это вот род, получается. И это род, получается, отца моей бабушки. А что там по линии матери моей бабушки было, это уже гораздо более темная история. И, соответственно, если дальше переходить по поколениям, там, естественно, получается, что информация пропадает и становится все меньше и меньше и меньше. То есть каждый раз 50% просто отсеиваются. И поэтому невозможно до конца с уверенностью утверждать какой-то вот генетический расклад, какое-то происхождение и так далее. То есть сейчас я уже дохожу до такого состояния, когда я смотрю на свою родословную и понимаю, что я знаю, что я ничего не знаю. Там везде могло быть все, что угодно. И самое, наверное, вот фантастическое и при этом немного забавная история, касающаяся моего происхождения, это история по линии моего отца. Потому что я своего отца ни разу в своей жизни не видел. Я с ним не знаком. Я знаю о нем, о том, как он выглядел, о том, чем он занимался, только с рассказов моей мамы и некоторых других родственников, которые его видели. Я знаю, где родился мой отец. Я знаю, где родилась... Нет, я не знаю, где родилась его мать. Я знаю, где у его матери были родственники. Я ничего не знаю про отца, моего отца. Абсолютно ничего. Он мог быть кем угодно. Эстонцем, татарином, евреем, удмуртом, вепсом, кем угодно абсолютно. Ничего я не знаю. А это, между прочим, 25% моего происхождения, которые абсолютно утеряны. И я не имею никаких данных по этому поводу. Поэтому мне очень тяжело рассуждать о своем происхождении, когда вот я действую в условиях настолько ограниченной информации, Между тем, вот эта история с отцом, почему я говорю, что она в некоторой степени забавная. Ну, к тому, почему она забавная, я чуть-чуть попозже, наверное, вернусь. А сейчас я просто скажу, что, наверное, вот такая история, она очень сильно повлияла и на мое отношение к родственникам и к тому, насколько нужно, насколько вот сильна это обязанность поддерживать хорошее отношение с родственниками. Потому что, когда ты понимаешь, что 50% твоих самых близких родственников, получается, я единственный ребенок в семье, получается, что, да, с матерью твои отношения хорошие, но с отцом как бы никаких отношений просто-напросто нет. В принципе. То есть я пытался, конечно же, в детстве как-то рассуждать на эту тему, что вот какие чувства я к нему испытываю, обвиняю ли я его в чем-то или не обвиняю, там, прощаю или не прощаю, считаю его хорошим человеком или нехорошим. Это все бессмысленно. Я не знаю его. Как я могу иметь к нему какое-то отношение, если я просто не знаю этого человека? То же самое, получается, касается, по сути, ну, 50% моих родственников. То есть всех тех, кто находится на его линии. Я не знаю абсолютно ничего, и это, наверное, как-то влияет на то, как я дальше отношусь уже к родственникам своим, тех, которых, получается, к тем, про которых я знаю, что есть какие-то родственные связи. Я отношусь так, будто бы, ну да, это, в общем, хороший в итоге повод для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы знать людей, но я не вижу в данном случае какого-то обязательства со своей стороны и не накладываю обязательства на них, чтобы мы друг другу помогали во что бы то ни стало, чтобы мы там друг к другу хорошо относились во что бы то ни стало. Я понимаю, что это чувство, оно, наверное, у моей еще бабушки было все-таки сильно, но у меня скорее отношение такое, что если отношения складываются хорошо, то и хорошо. Если они складываются, если получается так, что, ну, нет точек соприкосновения, Ну расходимся характерами, ну не совпадаем абсолютно То и нет смысла пытаться как-то тут что-то налаживать Там, где ничего налаженным быть не может Ну просто разные люди, ну так вот получилось, ну что поделать И поэтому у меня нет такого четкого ощущения привязанности к своему роду Назовем это так И вследствие этого мне дальше очень тяжело выводить концепцию народа Применительно к себе Потому что мне кажется, что концепция народа должна органично вырастать из того Что вот ты ощущаешь принадлежность к какому-то роду Наверное там какие-то разные роды, кланы, тейпы, жузы, все что угодно Вот что-то вот подобное, что вот оно как-то там перемешивалось Из этого что-то получалось И в итоге как бы все находятся более-менее в какой-то одной лодке Более-менее как-то вот между собой внутри все это переваривается И это вот один народ Это вот одна группа, которая действительно связана Вот полностью мы ощущаем какими-то родственными связями У меня этого ощущения нет настолько сильного Потому что я, естественно, много чего не знаю Где-то получается так, что в случае вот с отцовской линией У меня просто есть генетическое отношение к этим людям Но у меня нет совершенно никакого морального отношения к этим людям И нет знакомства с этими людьми Поэтому тут тяжело что-то пытаться выстраивать Поэтому мне тяжело выводить какую-то концепцию народа применительно к себе Когда вот мы анализируем именно род И затем что из этого вырастает, что-то более крупное Это тяжело Что забавное относительно как раз отца Дело в том, что внешность у меня от отца Да, я его никогда не видел Но так говорят мамы, так говорят родственники Да, говорят те люди, которые видели моего отца Но я сам понимаю, я на маму не сильно похож И на отца, скорее всего, все-таки я похож гораздо больше Плюс это подтверждается еще тем, что мне, да Не удавалось найти в интернете фотографию своего отца Но удавалось найти фотографию своей, получается, сводной сестры То есть дочери моего отца от другого брака Не брака, а другого союза, назовем это так Потому что мы, отец и моя мать, не находились в браке И я вижу, что да, мы похожи Это, конечно, очень забавная история Потому что, естественно, вот такая национальность В таком каком-то примитивном случае определяется именно по внешности Я на эту тему как раз очень часто и много шутил Потому что каждый раз, когда меня спрашивали про национальность Я говорил, а что, по мне не видно А по мне, на самом деле, я понимаю, что не особо что-то видно Я, в общем, похож на какого-то среднестатистического европейца Но явно не южного Ну, вряд ли южного Но где-нибудь из центральной, северной, восточной Европы В принципе, везде как бы вполне одинаково И за своего как-то сходящей В общем, в принципе, это подтверждается каким-то опытом пребывания в разных странах Европы Что, в общем, ну да, наверное, как-то так Ну, за американцы еще периодически принимают В этом плане, конечно, любопытно было поэкспериментировать на этой неделе С приложением Gradient Так получилось, что вообще абсолютно не сбланировано У меня вот была вот эта тема для подкаста И тут вдруг вот это приложение Я такой, елки-палки, ну ладно В этом приложении решили добавить функцию Которая определяет твою национальность по фотографии Естественно Я туда загрузил 7 фотографий Везде были разные ответы Когда я загрузил туда одну из последних фотографий Которую я делал, по-моему, в феврале Ну, он показал, что я скандинав Типа норвежец Там 60 что-то процентов Швед Там с чем-то там какие-то тоже высокие проценты Ну, короче, все понятно Но любопытно было Проэкспериментировать С двумя фотографиями Которые отличаются только тем Что на одной улыбаюсь, на другой нет А, в принципе, вся остальная обстановка Там прическа, степень бритости-небритости Одежда Все остальное абсолютно то же самое Абсолютно те же самые условия Там, где я не улыбался Было, по-моему, 50% американец 25% русский Когда же я улыбнулся То внезапно я русский на целых 56% А уже не 25% И это было довольно забавно А еще забавнее было то, что Когда я туда закинул фотографию Где я лысый И с этими уродскими усами и бородой Вот как я ходил пару лет назад Там внезапно 50% грек На втором месте идет нидерландец И так далее Короче, никакой ясности Это приложение не внесло Оно, скорее, наоборот, запутало Единственное, что Многие писали, что я похож на еврея Как бы нет никаких, как вы понимаете Подтвержденных данных С того, что, типа Ну, то есть я могу быть евреем Но я не знаю Просто Просто я не знаю Вот Как бы это приложение Ни разу ничего не показало Не то, чтобы я против Не то, чтобы я за Просто вот как бы любопытный факт Что, типа, приложение Что-то вдруг не среагировало И в резкости оно у меня не нашло Во внешности Во всяком случае Вот Но, опять же Как бы Откуда там греки Нидерландцы С другой стороны Тоже вопрос открытый Поэтому Любопытная забава Но она как бы не решает Никаких проблем И не дает никакого Четкого понимания Относительно того Что вообще на самом деле происходит Какое на самом деле происхождение Возможно, что-то такое Предоставил бы мне ДНК-тест Возможно, он предоставил бы Какую-то ясность Но с ДНК-тестом Тоже интересная история Потому что Как это дальше влияет Ну, допустим Окажется, что там 20% еврей Вполне Как бы Не исключаю Такой вероятности Может быть такое Я же говорю Просто мы не знаем Но как это на меня повлияет Повлияет ли это На мое ощущение национальности То, что вот ДНК-тест Вот вскрыл вот такое Ну, как бы Мне кажется, что нет Во всяком случае У меня Пишите тоже вы Как это могло бы Повлиять на вас Если бы вдруг В ДНК-тесте Что-то вскрылось Вот такое Чего вы не знали Мне кажется Что на меня Это не сильно повлияет То есть Может быть Конечно Там Я смогу Рассказывать Вот эту историю Типа вот Я начал учить Иврит Потому что Значит Я вот увидел ДНК-тест Он показал Вот такое И вот возник Мой интерес И как бы Больше Какая-то вот Не знаю Что ли Больше Оправдание Для того Чтобы вот Причаститься Ко всему тому Что вот Ивреи делают Ну, например Как вариант Но С другой стороны Мое собственное ощущение Как бы Как от этого влияется Плюс Это такая неочевидная вещь То есть ДНК-тест это показывает Но он же не показывает А каким боком-то еврей А как это вообще возникло Ну вот Если, допустим Там Татарин возник Что тоже вообще Очень вероятно Вдруг 20% Татарин Тоже вполне вероятная история Вполне возможно Что еще больше Учитывая Что типа Кировская область Ну, она как бы Недалеко от Татарстана Там бессермяне Удмурты Все дела Там могут быть сериальные Те и другие Третьи Все вообще Все что угодно И Вдруг там значит Оказывается Что, допустим Татарин Ну, получается Да, хорошо Поскребли русского Нашли Татарина Ну, да И что? Ну, как бы Как Какие для меня Выводы из этого? Как поменяется Мое Мироощущение от этого? Что вообще происходит? И так далее Буду ли я Основывать Свои ощущения Национальности На том Какой процент Там покажут Мои ДНК-тесты? Скорее всего, нет Потому что Это все-таки Базируется На каких-то Факторах Которые Через которые Ты проходишь Свои жизни Как мне кажется Но это вот Сейчас вот дальше Перейдем к этому Потому что На самом деле Тут очень Сложно разобраться Понимаете Мне было бы Странно Называть свою Национальность И понимать Что это просто Какой-то Ну, пустой звук Что за этим Ничего не стоит Это никак не определяет Ни Мой Какой-то опыт Ни Образ моей жизни Ничего Что это просто Какая-то категоризация Которую я вношу Потому что Ну, ее принято Вносить В обществе Ну, сейчас будет Перепись населения Ну, я не знаю Как это, кстати Будут сейчас проводить Но неважно Будет перепись населения Скоро Рано или поздно И Там же будут Спрашивать Про национальность Но Если вот я скажу Я русский А что я вкладываю В это Можно Порассуждать На тему Образа жизни И Эти рассуждения Нас приводят К тому Что В каком-нибудь 19 веке На Балканах Или Средней Азии Когда мы просто Ну, просто люди Вот жили Определяя себя Не по национальности А по Религиозной Принадрежности Это было Вполне здорово Потому что Ну, допустим Как бы Ну, всякие какие-то Родственные связи Они размылись Не совсем все понятно Но Когда по образу жизни Мы пытаемся Уже как-то Определить Самих себя Определить других людей Это уже Довольно рабочая схема Потому что Ты смотришь на человека Он тебе говорит Что он Ну, например Православный Ты понимаешь примерно Что от него ждать То есть Как выглядит его Повседневная жизнь Каким принципам он следует Какое у него мировоззрение Более-менее представление Ты получаешь Соответственно Если он тебе говорит Что он мусульманин Тоже, соответственно Какой-то набор уже есть И ты понимаешь Как бы С кем ты можешь взаимодействовать С кем тебе будет Приятно, хорошо И возникают какие-то сообщества И так далее Это все звучит Очень логично И очень понятно И поэтому Наверное Учитывая вот такую Религиозную идентичность Было странно Вводить потом На этих территориях Какую-то идентичность Национальную Пытаться ее строить Из чего-то Соответственно Мне Тоже как-то Тяжеловато Это все делать Потому что Во-первых Я Нерелигиозный человек Да, я воспитывался В православном Сообществе Но в таком Как бы Постсоветском Православном Странном Где как бы Религия Не играла Такую большую роль То есть Просто я Один раз Был на исповеди Причасти Церковь Мне нравится Просто потому что Мне нравится По архитектуре Это я просто понимаю Что люди Которые строили Храмы Они Всегда пытались Стремиться К чему-то Возвышенному И за счет этого Получалось что-то Красивое Но при этом Я совершенно так же Восхищаюсь И мечетями Какими-то Религиозными Сооружениями Других религий И более того Для меня Вот этот момент Атеист Или верующий Он для меня Не является Маркером Свой-чужой И это наверное Самое-самое важное Что тут Нужно отметить Потому что Если бы это был Маркер Для меня Тогда Можно было Как-то На этом уровне Какую-то там Идентичность строить Ну не национальную Но какую-то Но Для меня это Не маркер Абсолютно Потому что Я могу Спокойно И свободно Общаться С людьми Абсолютно Разных религий В итоге получается Что просто Не религия Определяет то Насколько мне Комфортно С человеком Общаться Насколько хорошо Мы друг друга Понимаем А абсолютно Другие факторы Личное качество Доброжелательность Открытость Честность Это все Сказывается на том Насколько хорошо Мы общаемся Мы вполне можем Быть хорошими друзьями Даже если У нас Разные религиозные взгляды И я совершенно точно Я не воинствующий Атеист Я просто понимаю Что да Вот у меня Так жизнь сложилась У меня Вот так сознание Устроено Что вот концепция Бога В моем сознании Она Очень Как бы Ну сложно Ее туда Вот поместить Она Это вот чуждо Моему сознанию На данном этапе Кому-то Наоборот Все это понятно И кому Кто-то вот Не представляет себе Жизнь без Вот Бога Получается И Хорошо И как бы У всех по-разному И Зачем Как бы Пытаться убеждать Других людей В том Что они обязательно Должны думать Так как Вот ты думаешь И обязательно Должны воспринимать Мир так Как ты воспринимаешь С этим я думаю Понятно Что у меня Мне тут тяжело Просто определиться Поэтому Нужно искать Что-то еще Что меня могло бы Определить Что Как-то могло бы Составить Какую-то мою идентичность И как-то Может быть Привести Какой-то Национальной Идентичности И Следующее За что Цепляется сознание Это За Родной язык Но Тут Мы попадаем Вот в какую Странную Ловушку Русский язык Является Родным Для представителей Разных Национальностей Потому что Так вот Получилось Так вот Устроен Мир Русский язык Действительно Язык Мощный Межнациональный И До сих пор Престижный И поэтому Часто получается Такая ситуация Что люди Могут быть Якутами Татарами Казахами Украинцами Латышами Но при этом Их родной язык Русский И это Нормальная История Но как бы Для них Получается Не Язык Выступает Вот тем Моментом Когда они Себя Определяют Что они Принадлежат Именно Этой Национальности Состоят В том же Сообществе Что и Другие Люди Которые Называют Себя Соответственно Якутами Татарами Латышами И так далее И Поэтому В некоторой степени Это странно Но с другой стороны Я готов это принять То есть Ну Если родной язык русский То я русский Ну ладно Хорошо То есть Для меня Это В общем Совершенно Не проблема Но Вот в чем история Я не могу Просто Начать разделять Людей на свой Чужой По языку По родному языку Для меня Это странная история А в таком случае В качестве Объединяющих Моментов Остается Только Совместно Переждай Опыт И это То Как Сейчас Производится Попытка Какого-то Национального Строительства Как мне кажется В современной России Вокруг Второй мировой Войны Вокруг Девятого Мая Как основного Праздника Очень Не хочется Конечно Говорить Слово Праздник Потому что Он ассоциируется Со словом Праздный И это означает Как будто Какой-то Веселье Или радость И для меня Это день скорби Но сейчас Не об этом Суть в том Что Есть вот этот Момент Объединения Общей бедой И что Вот это тот Совместный опыт Который мы пережили Точнее Получается В моем случае Я уже не могу сказать Что я его пережил Его пережили Члены моей семьи Мои Бабушка Дедушка Прабабушка Прадедушка И так далее Вот соответственно Это все привело К большим страданиям Это все было Очень грустно Печально Тут все ясно Есть момент Вот этого построения Такой вот Национальной Идентичности Вокруг Того Что вот Было какое-то Событие Объединяющее В прошлом Какой-то Совместно Пережитый опыт Но Для меня уже Как для человека Молодого 26 лет Мне всего Для меня соответственно Каким-то Объединяющим Опытом Является то Что происходило Уже В современной Независимой Российской Федерации Я понимаю Что это реально То Что способно Меня сплотить С разными людьми На территории Моей страны Причем Вне зависимости От Национальности Потому что я понимаю Что мы все Проходили Вот примерно Через одно и то же У нас были Какие-то похожие Учебники В школах Мы Имеем Какой-то Общекультурный Фон В виде Каких-то Советских фильмов Которые мы Там смотрели Когда-то Под Новый год Там Ирония судьбы С легким паром Которая Тут тоже Естественно Каждый раз Бой курантов По причине президента Соответственно Мы понимаем Как все это Происходило Мы следили За событиями На Болотной площади Если даже Непосредственно Не участвовали Но мы как бы Понимаем этот контекст И так далее И живем внутри него Вот Соответственно Мы как бы Понимаем Все то Что происходило В последнее время Все эти перепады Курсов И так далее И тому подобное Все то Что вот происходило Получается В некоторой степени Внутри границ России Тот контекст Который находится Уже Получается На территориях Сопредельных государств Вроде там Белоруссия Украина Где Уже Ну казалось бы Люди вроде бы И те же Но контекст у них Уже другой Вот чем история Контекст другой Информационный фон Другой И Поэтому Уже Чувствуется Что Приезжает Человек Или ты приезжаешь К какому-то человеку И у вас уже Есть Некоторый Вот этот Обмен Опытом Именно Каким-то Культурным Именно опытом Воспитания В разных Совершенно Каких-то Обстоятельствах Которыми Вы можете Поделиться Хотя понятно Что Может быть Вы называете Как бы И сами себя Оба русскими Но Просто Вы оказались По разной стороны Границ Это тут Как бы Тоже не та Классификация Которая там Свой-чужой И сразу Типа Вот Своей Это прям Хорошо А чужие Это Нет Абсолютно То есть Как бы Тут возможно Естественно Диалог Естественно Тут возникают Хорошие связи И все Становится Прекрасно И Можно Тут И дружить И радоваться И Какое-то Есть счастье Но Суть в том Что Вот эти Вот Какие-то Моменты Какого-то Фундаментального Контекста Который Возникает В детстве Они Оказываются Разными И Вот Это уже Начинает Как-то Быть похожим На Наверное То Что Может быть Стоит Вкладывать В определение Национальности Или не стоит Тут очень тяжело Как-то понимаете Но я просто Про себя понимаю Что Мне Гораздо Легче Ближе И понятнее Определение Россиянин Я понимаю Что я В это дело Вкладываю Я понимаю Что Когда я это говорю Это означает Что я Понимаю Весь этот культурный Контекст Который был Характерен Для России В те годы Когда я Родился Воспитывался Рос И так далее Когда я говорю Русский Я Получается Что определяю Я определяю Исключительно Тот Язык Наверное На котором Я говорил В семье Ну и как бы И все И мне кажется Что Вот эта вот Первая вещь С контекстом С тем Что было Вокруг тебя Это наверное Все таки Важнее Чем Язык Потому что Это реально Объединяющий опыт Это реально То О чем Мы Потом Можем С другими Россиянами Поговорить И понять Что О А мы пережили Вот все Вот это Вот вместе На самом деле И мы вот Это помним И мы это Застали Напоследок Расскажу Одну историю В 2012 Году Я был В Армении И Там меня Как-то Подвозил Таксист Который Ну я ему Сказал Что я из России И он Очень Был Вообще Счастлив И рад И с очень Большой Гордостью Рассказывал Про То Какой молодец Юра Мавсисян Юра Мавсисян Это Армянский Футболист Играл Тогда В российской Футбольной Премьер-лиге По-моему За Кубани По-моему Он тогда Был Чуть ли не лучшим Бомбардиром Я тогда Очень сильно удивился Я подумал О Ну наверное Раз Армяне Такой маленький Народ И Такой разобщенный Еще По историческим Причинам Наверное Поэтому они Вот очень здорово чувствуют Вот этот момент Который вот В нашем большом народе Русском народе Он невозможен Что вот Они чувствуют Что Этот человек Он С ними Связан Родственными Связями У русского народа Это невозможно Потому что Народ слишком большой И все эти Какие-то родственные связи На таких масштабах Уже Не ощущаются Просто-напросто Но потом Вот только недавно Несколько недель назад Я понял Что у меня Было все-таки Ощущение О Это наш И вот Абсолютно параллельная ситуация Оно было Когда Андрей Аршавин Играл В лондонском Арсенале Тогда у меня тоже было ощущение Что О Наш Здорово Круто Как это вот Какое-то приятное чувство было От того Что Наш человек Я вот Просто стал думать Это Наш Оно означало Что Оно означало Наш в смысле русский Или наш в смысле россиянин Для меня И для меня Определяющим Было то Что он россиянин Что он вот Был вот в нашей Как бы системе Что у нас есть с ним Какой-то общий опыт Что если мы с ним Там Сядем и начнем говорить О каких-то вещах То понятно Что у нас будут Какие-то точки соприкосновения Касающиеся Какого-то вот Общего опыта Какие-то события Которые Мы Пережили Хоть были в разных Естественно Концах Страны Но Для меня Не так важно Например На каком языке Он говорил На каком языке Говорили его родители И так далее Для меня Естественно Было важно Что просто Вот он наш Он вот Из нашей страны Это для меня Это для меня Было важно Ну и совсем-совсем Финальная мысль Все это деление Свой-чужой Это конечно Такая очень сложная История Потому что Для меня Как вы понимаете Наверное сейчас уже Гораздо более Важными Являются Интересы Личностные качества Человека И это гораздо важнее Чем Все остальное Чем Какой-то вот Культурный фон В котором этот человек Рос Соответственно Россиянин Или не россиянин Получается Чем Какие-то Культурные моменты Вроде Там Национального Языка Родного Или там Религии И так далее Для меня Естественно Становится важным Исключительно То Насколько С этим человеком Мне самому Интересно И комфортно И приятно Находиться Общаться И это Идет Вне каких-то Национальностей И это Не означает Даже что Есть там Какой-то Узкий круг Который обязательно Должен быть Там Россияне Или русские И так далее А вот Все остальные Кто угодно Абсолютно Нет Я Безумно Рад Что этот канал Позволил мне Познакомиться С огромным Количеством Интересных Людей По всему Миру Абсолютно Разный У них был Культурный фон Абсолютно Разные Языки На которых Они разговаривали В детстве Это абсолютно Не мешало Нам Найти Взаимопонимание И Сосуществовать Как-то Делать друг друга Счастливее В конце концов И Второй момент Тоже очень важный Для меня Не так Принципиально Вот эта вся история Не вообще Не принципиально Эта история С Чистотой крови Вообще Сам по себе Термин Чистота крови Он тоже Так себе Звучит Конечно То есть Мол Русская кровь чистая А вся остальная Так себе Но Тут Как бы Это само по себе Звучит Очень нездорово Уже Более того Как я могу Тут вообще Говорить О какой-то Чистоте крови Если Я Сам Не знаю Что у меня Происходит Какое у меня Происхождение Как я вообще Могу что-то Уверенно утверждать И какие-то Тут ставить Границы Рамки И так далее И поэтому И по этой причине Как-то Отсеивать С кем я буду Встречаться С кем не буду Встречаться Это Совершенно Какая-то Странная Для меня Личная История Для меня Определяющими Факторами Являются Совершенно Другие Вещи Которые Не имеют Ничего Общего Ни С родным Языком Девушки С которой Я собираюсь Встречаться Ни С Какими-то Генетическими Ее Особенностями Или Отличиями От меня Мне кажется Это просто Очень Странно Принимать Это Как что-то Важное Я уже Сам чувствую Что я Довольно Сильно Устал Это был Первый Подкаст Извините Если Все Было Как-то Затянуто Порой Странно И Если Там Были Какие-то Долгие Паузы И так Далее Это Интересный Новый Опыт Посмотрим Что пойдет Дальше Пишите Свои Комментарии Отзывы О том О чем Мы тут Говорили То есть И по Смыслу Подкаста И по Форме Того Что Происходило Может У вас Есть Какие-то Рекомендации Мысли Как Это Все Можно Улучшить И Сделать Интересней Буду Очень Рад Вас Прочитать Посмотреть Что В этом Написали Ну и До Встречи В следующем Видеоподкасте Посмотрим Что там Будет Дальше